Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте. В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. Сегодня выпуски. Цветы завоевывают новые территории. Анапа наш дом. Пусть будет чисто и уютно в нем. Золотые голоса Кубани. Ансамблю Соловейка исполнилось 20 лет. Впервые в Анапе проводится конкурс на звание «Лучшие по профессии 2015» в сфере потребительского рынка и санаторно-курортного бизнеса. На первом этапе конкурса в отеле «Альбатрос» участники продемонстрировали теоретические знания. За звание лучших в профессии борются 27 представителей санаторно-курортной отрасли потребительской сферы. Повара, кондитеры, официанты, мастера по карвингу, горничные и медицинские работники. В первом туре участники конкурса отвечают на вопросы теста, демонстрируя знания по специальности. Время на задании – один час. Первой с ним справилась Ксения Конева. Девушка уже год работает горничной в Центре реабилитации «Кристалл». Хочет стать лучше в своей номинации. Одна из самых важных моментов такая профессия горничная, чтобы все было чисто, аккуратно, уютно. Все вопросы, то есть, в работе встречаются каждый день, поэтому их в любом случае знаешь. В состав жюри вошли представители администрации предприятий потребительского рынка санаторно-курортного комплекса туристического бизнеса. 28 мая в санатории «Старинная Напа» пройдет второй этап конкурса. Он предполагает практическую часть. Мы придумали эту программу для того, чтобы поднять имидж нашего курорта, привлечь туристов в наш регион, для того, чтобы привлечь также наших жителей города к этим профессиям, к этим специальностям, чтобы повысился интерес в сфере обслуживания. По итогам второго тура определятся победители в семи номинациях. Честовать лучших по профессии будут в день открытия курортного сезона в Анапе. Пляжи интересны и анапчанам, и гостям курорта, и летом, и зимой. А кто убирает частные пляжи в межсезонье и убирает ли? Глава города Сергей Сергеев недоволен, что отдельные частные пляжи на курорте в межсезонье больше похожи на мусорки. Почему не привлекается к ответственности за антисанитарию на пляже или другие территории? Почему нас привлекает Новороссийское управление Росприроднадзора, а мы никого, мы ни одного. Скажите, сколько мы писем в это управление Росприроднадзора направили на привлечение? Сколько мы направили? Ноль. И хотим руководить этим процессом, чтобы на пляжах было хорошо. Прибрежная полоса Большого Утриша, так же, как и все пляжи, подвержена загрязнению вследствие зимних штормов. К тому же здесь выходные дни паломчества отдыхающих рыбаков. Мусора очень много, море, не то что там. Да и сами, кто проходит, люди, которые проходят, они что-то не берегут чужой труд. Там, где кушают, там и бросают. И, по сути дела, нам приходится ходить, это все собирать. У нас 5 площадок для мусора, 16 контейнеров. И вот, по сути дела, раз в неделю мы постоянно вывозим, даже не имея курортного сезона, вот в миссезоне. У нас вот сколько мусора? Тоже с моря. В основном, конечно, это мусор с моря выбрасывают. У нас есть договора заключенных с Абсолютом. По нашему первому звонку проезжает мусороборочная машина. И вот и сегодня, между прочим, она только вот уехала была, да. На Утрише сегодня полным ходом идет укладка плитки для тротуара и подготовка мест под торговые палатки. А в общем, Большой Утриш во всем остальном не меняется. Он словно застыл в 50-х. В преддверии летнего сезона на курорте полным ходом идут работы по благоустройству и озеленению. Улица Кати Соловьяновой встретит своих гостей в этом году обновленной. Бригада рабочих фирмы «Автогрейд» проводит долгожданный ремонт дорожного покрытия. Автомобили здесь больше не будут перескакивать с ямы на яму. Да и сама аллея еще в прошлом году стала особенно привлекательной. Специалисты зеленстроя продолжают озеленять курортную территорию. На улице Крымской цветочный наряд гармонично впишется в зелень газона по всей улице. Курортному городу цветочный убор необходим как воздух. Сменяемость цветов на клумбах по сезонам уже на въезде в город словно говорит гостям курорта. Мы рады вам. А ночью эти цветочные вазоны на опорах будут светиться специальной подсветкой. Рассада ампельной петунии разрастется с приходом постоянного тепла. В Анапе продолжается генеральная уборка. Городские службы очищают прилотковую часть дорог, моют бордюры и плиточное покрытие площадей. Анапа – наш дом. Пусть будет чисто и уютно в нем. Эти слоганы на фоне цветочных композиций украшают с сегодняшнего дня спецавтомобили Сити Кристалла и чистые Анапы. Не каждый город может похвалиться тем, что в мусороуборочный процесс вовлечены аккуратные спецавтомобили. Цветочный слоган – на кузове еще один маленький этап одной большой работы по привлечению внимания напчан к работе по наведению порядка на курорте. Полигон мусоросортировочного комплекса отмечен в крае как один из лучших. С недавних пор вся территория его огорожена, сооружен защитный вал, чтобы меньше летала полиэтилена, и его раз в неделю собирают по санитарным пятницам. К тому же создан большой запас земли, которая прослаивает мусор, и гореть он теперь не будет. Отныне к комплексу пролегает асфальтированная дорога, а автомобили заезжают через приемный пункт и контрольную весовую, снабженную современным весовым оборудованием. Водители мусороуборочных машин – это, как правило, профессионалы высокого класса. Машина хорошая, новая, всегда в порядке, приезжаем, моем после каждой выгрузки. В машине Владимира всегда идеальная чистота и ароматы свежести. Все-таки работает он на суперсовременном предприятии. Отходы сортируются на конвейере и разделяются на картон и бумагу, пластик, пластиковую и стеклянную бутылки, жестяные банки. Специальные прессы все это прессуют в огромные кубы и отправляют на дальнейшую переработку. Как вы уже видели, мусор разгружается на разгрузочные площадки и далее поступает по линии подачи на динамический сепаратор. В динамическом сепараторе отсеиваются мелкие элементы, мусор становится более рыхлый, после чего он подается на линию подачи. Где стоят люди, там есть определенные ячейки и каждый вид продукта, ну, вторсырья, отбрасывается в определенную ячейку. Этот объект – результат большого инвестиционного проекта, реализованного в жизнь. Предприятие работает в рамках экологического развития, создает благоприятные условия для работы, озеленяет территорию и делает все для того, чтобы профессия мусороуборщика была в городе почетной и уважаемой. Ведь она самая необходимая на курорте. Ежедневно в среднем 150 тонн мусора перерабатывается, а летом в два раза больше. 29 лет назад, 26 апреля 1986 года, в нашу жизнь навсегда ворвалось слово «Чернобыль». В минувшие выходные в Анапе почтили память погибших во время чернобыльской аварии. Около 500 анапчан были в числе тех, кто помогал ликвидировать последствия страшной техногенной катастрофы. Они рисковали жизнью и здоровьем. Но это не останавливало. Людям нужна была помощь. Тысячи человек эвакуировали из зоны поражения. Многие из тех, кто здесь стоят, участвовали в ликвидации последствий этой катастрофы. Вы очень мужественные люди, ответственные. Вы знали, на что вы идете. И очень хочется вам сказать огромное за это спасибо. У памятного знака жертвам Чернобыля прошел митинг памяти. Минутой молчания почтили всех, кто погиб при взрыве, и тех, кто ценой собственной жизни ликвидировал последствия аварии. Мы были там. Мы выполняли свой долг. Мы выполняли клятву, которую давали родине. Мирное население Анапы тоже не осталось равнодушным к трагедии. Марина Полевская готова была принять на реабилитацию детей из зоны поражения. Но детей разместили в санаториях. Я приняла две семьи. Героя Чернобыля, погибшего при аварии. Янкелевич. Они у меня прожили целое лето. Но я хочу сказать, что вот уже 29 лет мы с ними дружим. Я очень их люблю. В годовщину трагедии анапчане принесли к памятнику гвоздики. Знак боли и скорби. Город воинской славы Анапа на пути следования автопробега «Перекличка поколений». Место встречи участников у стелы воинской славы. Участники автопробега «Перекличка поколений» к нам прибыли с Севастополя. Держат свой путь в Москву, посещая по пути все города воинской славы. Александр Головашкин – герой России. Один из участников автопробега. Он действующий сотрудник спецподразделения СОБР. Дедушка Александра – участник Великой Отечественной. Теплота человеческая, то, что все города мы объезжаем, общаемся, мы же все. Ну, вот русские люди – одна большая семья. Поэтому это просто здорово для решения кругозора, увидеть людей, пообщаться на одну общую тему. Участники автопробега передали копию знамени Победы к детской школе имени Героя Советского Союза Старшинова. А копию ордена Отечественной войны подарили городу. Для того, чтобы поддерживать патриотизм в России, в юном поколении, для того, чтобы мало знали своих героев. Чтобы мы не забывали про наших предков, про наших ветеранов, которые боролись за нас. Я считаю, что очень важно, потому что сейчас новое поколение растет. И если этого не делать, то это вскоре забудется. Завершатся мероприятия автопробега 6 мая на Поклонной горе в Москве. А подведут итоги автопробега в конце года в книге воспоминаний детей и внуков ветеранов. 20-летний юбилей отметил образцовый ансамбль казачьей песни «Соловейка». Чествовали Соловушек в городском театре. Подробности в сюжете. Основатель коллектива «Соловейка» – заслуженный работник культуры Кубани Ирина Базель. Под ее руководством за 20 лет ансамбль привез в Анапу 600 дипломов, лауреатов и победителей различных конкурсов, в том числе международных. Учиться в университете очень легко. Ее там все знают, все очень любят и очень относятся с уважением к ее выпускникам. Поздравить «Соловейка», отложив все свои дела, приехал художественный руководитель кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. Я с удовольствием жду ваше выступление. Вы всегда преподносите очень приятный творческий сюрприз. Одним из таких сюрпризов стала премьера песни, исполненной акапелло «Сник Белонький». Бурными овациями зрители награждали юных исполнителей и руководителя ансамбля, а «Соловейки» встретили аплодисментами подарок главы города. Сергей Иванович выделяет, дарит, как же можно сказать вам, 500 тысяч рублей на костюм. Ансамбль «Соловейка» прославил Анапу и хранит истоки кубанской культуры. Пока жива кубанская песня, кубанская культура, традиции, жив и сам народ. Готов к труду и обороне на стадионе «Спартак» прошли тестовые соревнования. Любой желающий от 10 до 60 лет мог проверить свою физическую подготовку. Нормативы сдавали по шести видам спортивных испытаний – бег, кросс, прыжки в длину, подтягивания. Мы очень неплохо подготовлены, многие ребята сдали на золотой значок, будем продолжать такие соревнования проводить. Чтобы получить золотой значок, нужно пройти все этапы на отлично. Соревнования показали, что жители города готовы встретить весну спортивными и подтянутыми. Завершился чемпионат по боксу среди сотрудников Министерства внутренних дел и курсантов образовательных учреждений. Более 400 спортсменов бороли за звание мастер спорта России. Чемпионат МВД России по боксу длился 8 дней. Выбирали лучших спортсменов, которые получат звание мастер спорта России и поедут на чемпионат мира среди полицейских. На эти соревнования прибыли одни из лучших боксеров России. Участники Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта, чемпионы Европы и мира. Иван Белясов – мастер спорта международного класса. Выступал за команду Санкт-Петербурга. Провел 4 сложнейших боя. Оценил краснодарскую команду как сильную и хорошо подготовленную. Краснодарский край здесь выступил довольно-таки неплохо. Я бы сказал, даже очень. Так как они заняли второе место общекомандное. У них два чемпиона. То есть, ну, они вообще молодцы. Впервые в рамках чемпионата МВД России Краснодарский край занял почетное второе место. Спортсмены отметили – чемпионат прошел на высоком уровне. И завершит выпуск прогноз погоды. Прогноз погоды с каждым днем все более радужный. Во вторник днем тепло и солнечно до плюс 15. Но за счет ласкового южного ветра по ощущениям будет гораздо теплее. Даже в ночное время температура не опустится ниже плюс 10 градусов. Такую погоду и рассказывать приятно. Генеральный партнер программы – клиника Тризе. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров. Скидка на комплексную диагностику зрения – 50%. Подробности по телефону в Анапе – 30 31 0. Улица Крымская, 242. Офтальмологический центр Тризе.